Добрый вечер. Это программа Вести Хакассия. С вами Татьяна Донцова. И главные темы дня. Врач подозревается в убийстве младенца. В копьёво новорождённого ребёнка утопили в ведре, а потом сожгли. За снятое на видео привидение в Бородинской пещере съёмочная группа столкнулась с необъяснимыми явлениями. Особенности социального найма. В Шира женщина, оставшаяся без крова, не может найти взаимопонимание с администрацией. Зверское убийство новорождённого в копьёво. Чтобы не портить статистику лечебного учреждения, младенца сначала утопили в ведре с водой, а затем сожгли в кочегарке. Подозреваемый – врач-гинеколог, заведующий районным акушерско-гинекологическим отделением. Александр Тышта – выпускник Красноярской медицинской академии. Родом из Хакассии. Приехал в копьёво вместе с семьёй три года назад. Практически сразу молодого специалиста назначили зав. отделением. Заработал себе хорошую репутацию. До этого случая. По версии следствия, в конце февраля в Копьёвскую больницу поступила 18-летняя роженица, беременная двумя малышами. Принимал роды Александр Тышта. После проведения плановой операции кисерого сечения, обвиняемый самостоятельно установил, что один из новорожденных имеет патологические изменения, несовместимый с дальнейшей жизнью ребёнка. Не желая, чтобы этот случай был зарегистрирован в показателях и как негативный отразился на статистических данных лечебного учреждения, врач утопил младенца в ведре с водой, а затем перенёс тело в кочегарку и сжёг. На врача завели уголовное дело. Накануне мужчину арестовали. Он обвиняется в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Если вину докажут, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы или, по усмотрению суда, пожизненное заключение. Не менее шокирующие факты стали известны сегодня по другому случаю, в котором тоже пострадал новорождённый ребёнок. Два дня назад мы рассказали, что в Подсине мальчишки нашли в куче мусора на берегу протоки Енисей пакет. В него был завёрнут мёртвый младенец с неотрезанной пуповиной. Как показала судебно-медицинская экспертиза, малыша зверски убили. У него черепно-мозговая травма, 14 колоторезанных ранений живота, грудной клетки, шеи и головы. В настоящее время ведётся розыск матери-младенца. Выясняются все обстоятельства совершённого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». В редакцию нашей программы обратилась жительница Шира. Несколько лет назад у неё сгорел дом. Сельская администрация выделила комнату в общежитии и заключила договор на год. Вложив в ремонт немалые средства, женщина рассчитывала на продление срока проживания. Но местные власти на это не пошли. Мнение сторон выслушала Анна Ахпашева. Сегодняшняя ситуация, когда есть реальная угроза оказаться на улице, в жизни Оксаны уже была. Два года назад её семья жила в трёхквартирном бараке. Рассказывает, из-за пьющих соседей жили как на пороховой бочке. Так и получилось. Именно они спалили весь барак. Два часа ночи ребятишки в окно разбудили. Выходить и горим. Мы вот когда выскочили с мужем из дому, ну уже та половина полностью полыхала. Ну пока из пожарной у нас приехала, ему за два часа полностью всё сгорело. Потом был год жизни в съёмной квартире. До того момента, как сельская администрация не выделила ей комнату в ветхом общежитии. Правда, прежде чем заехать туда, пришлось постелить полы, поменять окно, проводку. Всё это делалось с надеждой на то, что эти метры станут постоянным пристанищем. Но, как выяснилось, у администрации были свои планы. Если надо что-то ремонт делать, надо спрашивать у них разрешение. Ну я у неё спросила, говорю, можно в комнате я буду менять окно? А она мне нет. Ещё грубым тоном, что ничего вы менять здесь не будете. Вам сейчас даётся на год. И в течение года вы должны себе найти другое жильё отсюда съехать. Кажется, вроде бы ремонт не такой сказать, а... Всё равно после пожара восстановиться. Остались вообще, вот в чём мы это делали. Уровень нуждаемости среди вынужденных бездомных определяется в сельской администрации. И, по сути, именно специалисты решают, продлять договор или нет. Отсутствие диалога между простыми людьми и власть имущими в этой ситуации, пожалуй, главная проблема. Я не кричу, говорю. Вы тоже на меня кричите, если будете кричать. Всё. Так вы объясните, пожалуйста, я не буду кричать. Объясните, почему я должна выяснить. Потому что данный жилой фонд зарезервирован под... У вас же временное. У вас же временное. Ну, временное. Но я понимаю, что я после пожара. Но мне куда теперь после пожара деваться-то? А вы у вас не знаете, что ли после пожара? Удивительно, но в этой ситуации правда есть у обеих сторон. Жильё Оксане действительно выдавалось как временное. За этот год она должна была предпринять попытки решить проблему. Или хотя бы встать в очередь на жильё, как малоимущие. Другой вопрос, что женщине никто не объяснил и не рассказал, как это сделать. Получить информацию и хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне удалось лишь в присутствии нашей съёмочной группы. Тон разговора изменился. И договор на аренду обещали продлить. Не будет такой ситуации, что мы придём, измём её вещи, выставим её на улицу. То есть в любом случае мы будем сподвигать её к тому, чтобы она всё-таки изменила свои жилищные условия каким-либо способом. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В Хакасии обнаружены боеприпасы. Накануне в 11 километрах от Абакана местные жители в Овраге нашли 4 стрелянных, но не взорвавшихся танковых снаряда. В течение многих лет недалеко находился военный полигон. На место происшествия прибыли все оперативные службы, кинолог со служебно-розыскной собакой. По периметру опасной зоны выставили оцепление. Боеприпасы вывезли и уничтожили. Проводится проверка. Судебные приставы наложили арест на одну из абаканских продуктовых баз. Она принадлежит жителю Красноярска, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Хакасии. Некоторое время назад мужчина оформил кредит на развитие бизнеса, предоставив базу в залог. Но обязательств по кредитному договору не исполнял. Сегодня административное здание, гараж, бытовые помещения, склады, подъездной путь, а также право аренды земельного участка, арестованы в рамках проводимых исполнительных действий. Общая стоимость описанного имущества превысила 28 миллионов рублей. В Абакане впервые возбуждено уголовное дело в отношении продавца, который продал спиртное подростку. В феврале этого года 25-летняя продавец магазина «Заря» по улице Кати Перекрещенко уже была оштрафована на 30 тысяч рублей за подобное нарушение. Но на днях она вновь попалась на том же. Женщина отпустила 16-летней девушке бутылку шампанского, не спросив документ, удостоверяющий личность. К новостям политики. В Хакасии начались праймери с первичные внутрипартийные выборы по выдвижению кандидатов от «Единой России» на региональных и местных выборах. Первая площадка открылась в первой школе Абакана. Кандидаты представили свои программы. Среди выступающих и временно исполняющие обязанности главы республики Виктор Зимин. «Единая Россия» проводит внутрипартийные выборы, чтобы определиться с предпочтениями избирателей и выдвинуть кандидатов, которые пользуются наибольшей поддержкой. Для этого в республике отобрано около двух тысяч выборщиков. Причем партию представляет только половина из них. Остальные – движение «Общероссийский народный фронт». Среди претендентов на пост главы Хакасии – мэр Черногорска Василий Белоногов, заместитель председателя Верховного Совета Сергей Комаров и временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин. «Считается, что такое партийное голосование помогает партиям обновиться под другим углом, взглянуть на, казалось бы, привычные вещи». Каждый выборщик получил на руки несколько бюллетеней по выборам всех уровней. Процедура такая же, как в большом голосовании. Поставить отметку напротив того кандидата, чья программа больше понравилась. «Все программы мне очень понравились. Конечно, каждая трогает каждого, так как все мы живем в городе и примерно знаем все проблемы. Поэтому хочется услышать, что и о нас заботятся. И все депутаты, все кандидаты высказали, конечно же, все, что нам нужно было». «Но любом голосовании, независимо от того, кого мы выбираем, наш голос, думаю, всегда какой-то решающий, может, даже роль играет». Результаты праймерис по республиканским выборам были предсказуемы. Безоговорочный лидер Виктор Зимин. Он получил две трети голосов. В партийный список единороссов Верховный Совет рекомендованы также Виктор Зимин, Владимир Штыгашев и представитель профсоюзов Любовь Барабанова. Итоги голосования на пост мэра Абакана многих удивили. Директор первой школы Людмила Огурцова получила вдвое больше голосов, чем Николай Булакин. Может быть, из-за того, что почти половина выборщиков первой школы по профессии педагоги. Но это результаты только стартовых праймерис. До конца мая голосование пройдет еще на 30 площадках. Уникальное видео удалось заснять в одной из пещер Хакасии. В нашу редакцию оригинальный материал принесли сами авторы. Они утверждают, что современное оптическое оборудование позволило достаточно четко запечатлеть явление, которое не поддается объяснению. Все происходило на съемках видеоклипа к этническому конкурсу красоты. Хакасских девушек фотографировали на фоне живописных мест, в том числе и в Бородинской пещере. Странности начались еще на подходе. Упал и травмировался оператор. Съемку продолжили, но несчастье преследовали и внутри грота. Оператор вновь упал, едва не разбив аппаратуру. Этот момент заснят на видео. И лишь спустя несколько дней во время монтажа, немного осветлив кадр, стало отчетливо видно, что упасть оператору определенно помогли. Мы не поверили вообще ничем. Мы даже до последнего думали, что это как бы странности просто в оптике, непонятные вещи. Но когда мы сложили один плюс один, то есть именно в саму пещеру, внимательно просмотрели все видео, которое заснято было на этот объектив. Мы поняли, что наш объектив, вот этот 14 миллиметров, он снимает призрака. Мы даем вам возможность сделать выводы самим. Киньте в него камни. Быстрее. Все, и все, и все девочки. Дом купца Вильнера в Минусинске будет восстановлен. О необходимости реконструкции уникального архитектурного памятника не только юга, но и всего Красноярского края говорили давно. Здание в запустении уже несколько десятков лет. Но прежде чем начать восстановление, необходимо было провести полное обследование строения. И сделали это наши республиканские специалисты. Итог многолетней работы опубликован. На днях состоялась презентация книги. Дом Вильнера известен далеко за пределами Минусинска. Здание буквально поражает своим видом. На рубеже веков купец Герш Мордухович возводил красивое, огромное по тем временам здание, не жалея средств, смешивая архитектурные стили, привлекая самых искусных мастеров. Даже сегодня, несмотря на полное забвение, архитектурная ценность этого дома неоспорима. Если сейчас пробежаться по главному фасаду, это, разумеется, в целом композиция всего главного фасада, которая выполнена в таком стиле неоклассицизма. Это фигурная кирпичная кладка главного фасада. Вот эти элементы, которые расположены на кровле, атики, башенки, которые на сегодняшний день находятся, наверное, в самом плачевном состоянии. Кованые элементы балконов, лестниц, лепнина на потолке, каменные ступени и уникальные деревянные оконные рамы. Все это представляет собой предмет охраны памятника истории и культуры. Описать то, что осталось. С такой колоссальной задачей пришлось справляться специалистам кафедры строительства Хакасского технического института и проектно-экспертной группы экспертизы недвижимости. В течение последних четырех лет происходила интенсивная работа по этому проекту. Проект «Мы» наш ХТИ начал, потом о экспертизе недвижимости закончил обследование, а проектное решение выдал Томский институт СИП спецпроекта реставрации. При подготовке книги соавторы обратились за помощью к историкам. Директор Минусинского музея Людмила Ермолаева помогла отсеять мифы и собрать только проверенные факты. Она же стала еще одним автором. Проектные решения, вынесенные нашими специалистами, будут учитываться при непосредственных работах. Начало восстановления дома Вильнера, как и всего исторического квартала Минусинска, запланировано на 2014 год. Сроки начала охоты в Хакасии перенесены на месяц. Такое решение было принято с целью сохранить популяции глухаря и тетерева. Теперь добывать птицу можно не в апреле, а с 1 по 10 мая вместе с уткой и селезнем. Дело в том, что сейчас у пернатых начинается ток. Из года в год глухари и косачи такуют в одних и тех же местах – на опушке и пригорках в лесу, на лугах с отдельными деревьями и кустами. В Хакасии глухари обитают в основном в Устебаканском районе. Именно во время такования птицы становятся легкой добычей, теряют бдительность и крайне уязвимы. В общем, как бы не возмущались охотники, власти республики настояли на своем. Ради сохранения популяции официальное открытие сезона охоты на глухаря состоится в мае. Таковы были главные новости дня. Смотрите нас также на канале Россия 24 и в интернете на нашем сайте вестихокасия.рф. Приятного вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok